Привет, меня зовут Софья, вы на моем канале, который посвящен веб-ио-юс-дизайну. Это финальная, заключительная, самая последняя часть нашего, ну, какого-то весеннего марафона, что ли, где мы разрабатывали весенние баннеры. Уже три баннера есть в вашей копилочке, а в этом видео я расскажу вам, как их заанимировать внутри фигмы и на выходе получить видеофайл, который вы можете разместить в ваших социальных сетях или в вашем портфолио. В общем, использовать так, как вы хотите. Это видео все также ориентировано для новичков, поэтому не ожидайте там какой-то супер-пупер-бомбезной анимации, которую вы никогда в жизни не видели. Там все достаточно просто, но, на мой взгляд, интересно. Так что я надеюсь, что вы не оставите без внимания и эту часть видео, и будете продолжать ставить лайки, писать комментарии и подписываться на мой канал, ну, потому что только на весенних баннерах я вряд ли остановлюсь. Если вы будете достаточно активны, то я точно придумаю что-нибудь еще. Ну и 20% скидка на мои курсы все еще действует. Осталось совсем немного. 20% скидка распространяется на курс дизайноведения, основы дизайноведения и курс Work and Sell. А на курс UX UI Design уже сейчас идет запись. Старт 15 апреля, а до 1 апреля действует скидка, и вы можете записаться на курс на 20 тысяч дешевле. Вся информация в закрепленном комментарии. Это видео вы можете смотреть сразу параллельно, вам не нужно сначала его просматривать, а потом пытаться повторить это. Вы можете включать прям это мое видео, открывать фигму, просто ставить на паузу в те моменты, когда вам что-то непонятно. Ну и, конечно, в закрепленном комментарии все так же остается файл, в котором находятся все наши баннеры, заанимированы, и вы можете посмотреть, как там это все выглядит, если сделаете дубликат этого файла в свои черновики. Ну что, давайте мы с вами начнем. Если вы не смотрели вдруг предыдущие видео, то обязательно посмотрите их. Я в этом уже не буду рассказывать такие азы, типа где скачать фигму и как тут вообще все работает. Так что переходите в предыдущие видео, смотрите их, и баннеры тоже повторяйте, потому что нам для этого урока нужны баннеры, ну прям по слоям. То есть если это будут просто картинки, вы ничего сделать не сможете. Либо, если вы не хотите повторять баннеры за мной, вы можете скачать их готовыми. Я оставляю свой файл фигмуский, поэтому вы можете его себе задублировать, нажать вот сюда, нажать дубликат, у вас тут будет дубликат to draft, и, соответственно, он появится у вас. У вас будут вот эти три баннера, и вы их сможете спокойно заанимировать вместе со мной, потому что я очень рекомендую вам сейчас сначала повторить прям вот мои баннеры, то, как я это делаю. Вы запомните этот механизм и сможете уже переложить на свой дизайн макеты. И немного нюансов про анимацию. Вы не сможете из фигмы это сразу вытащить в видеоформате, то есть не получится как-то это экспортировать в формате там mp4 или move, потому что фигма не позволяет нам это сделать. Есть несколько плагинов, но у меня так и не получилось ни разу сделать так, чтобы он не экспортировал видео. Поэтому я до сих пор это делаю с помощью записи экрана. То есть я включаю анимацию внутри фигмы и просто записываю экран так же, как я сейчас вам записываю экран, когда делаю этот урок. И я поделюсь несколькими сервисами, с помощью которых можно сделать запись экрана. Если у вас мак, то это сделать проще всего. Так вот, когда мы вообще начинаем работать с анимацией, мы находимся всегда с вами в панели дизайн, но анимируем мы в панели прототайп. То есть именно здесь у нас происходит анимация. Видите, я перехожу в дизайн, в прототайп, вот появляются какие-то линии. Именно эти линии и отвечают как раз-таки за анимацию. Вот это иконка проигрывания. Если я сейчас на нее нажимаю, открывается отдельное окошко, и здесь сейчас начнет проигрываться моя анимация. И сейчас хочу вам еще немного рассказать про такие типовые решения в анимации, которые мы как раз-таки здесь и будем использовать, потому что это все-таки базовый, такой стандартный урок по анимации. Грубо говоря, у нас с вами есть два самых стандартнейших варианта, как мы можем что-то заанимировать. Я вам буду это показывать на примере. Я создаю сейчас фрейм, и внутри я просто создам прямоугольник. Я его задублирую, весь этот фрейм. И смотрите, у нас есть с вами несколько вариантов. Во-первых, если мы просто скроем на одном из фреймов, вот это наш первый кадр, а здесь вот он мне надо, чтобы появился. Я в панели прототайп вот сейчас нахожусь, перехожу в наш первый кадр, с которого все должно начаться, и нажимаю здесь на поставить стартовую точку. Мы нажимаем на наш фрейм, и видите, у него вот появляются вот такие плюсики. Не важно, из какого плюсика вы вот так поведете линию, он сам вас перетянет к ближайшему, так скажем, и мы ведем сюда, на наш второй кадр. И здесь дальше у нас, вот это наше первое выпадающее окно, что мы здесь можем менять. Нам нужен с вами вот этот параметр After Delay. Все остальное нужно для того, чтобы создавать интерактивные какие-то дизайны. Там, где вы кликаете на кнопку, что-то происходит, там, где вы ведете по экрану, что-то происходит. Нам это все сейчас, на данный момент, не нужно. Нам нужен вот этот параметр. Дальше у нас появляется вот здесь 800 миллисекунд. Это задержка, то есть через 800 миллисекунд будет проигрываться анимация. Чаще всего я ставлю здесь на 0, но здесь нет параметра 0, есть 1. Но сейчас я показываю вам пример, это нам не очень важно. Здесь мы так и оставляем Navigate Tool, то есть перейти к фрейму. И, соответственно, вот он 85, 69. Здесь я чаще всего выбираю параметр SmartAnimate. Это, ну, такая тип анимации, которую сама придумала фигма. И она там как-то подстраивается за счет того, что понимает, как эти объекты должны двигаться. В общем, я чаще всего ставлю SmartAnimate. И здесь можно поставить либо линейную, но не шибко важно. Давайте вот посмотрим пример. У нас сейчас стоит с вами, что это будет проигрываться самостоятельно, без задержки, с одной миллисекундой. Будет вот это наш второй кадр с помощью SmartAnimate. Линейная анимация, ну, то есть она без какого-то там сначала быстро, потом медленно, все. Она просто линейна со скоростью 300 миллисекунд. То есть это насколько быстро она будет проигрываться. И давайте проиграем. Это как это будет выглядеть. Мы нажимаем сюда. Если мы нажмем R, английскую, то это будет проигрываться еще раз. Вот так это выглядит. Закрываем. Давайте вернемся. Вот сюда снова нажмем. И сделаем анимацию длиннее. Вот видите теперь, как это происходит. Это если мы скрываем глазиком наш объект. Давайте мы его теперь покажем. И вот я его беру, прямоугольник, и тяну. Чуть-чуть потянула, зажимаю пробел и увожу за границы фрейма. Зачем пробел нажимаю? Потому что если я буду так за границы фрейма уводить, он у меня его вытащит. И все. И у меня прямоугольник будет не внутри фрейма. А мне нужно, чтобы он был внутри фрейма. И либо мне вот я его вытащила, и мне его руками надо вот так ставить. Либо просто чуть-чуть потянули, пробел зажали и все, вытянули. Давайте посмотрим, как теперь это будет работать. Он появляется. То есть я его же туда вытянула, и вот он начинает появляться. То есть если я прямоугольник вот этот уберу сюда, у меня сейчас будет вот этот переход. То есть, грубо говоря, вы можете создавать вот этот выезд в зависимости от того, с какой стороны вы поставите ваш прямоугольник. Кроме этого, вы можете, например, повернуть под углом. И смотрите, что будет происходить. В прототайп возвращаемся, чтобы... То есть он там еще и крутится и поворачивается. Потому что я задала такое значение в самом начале. В принципе, на данный момент это все, что вам нужно для того, чтобы понимать, как это вообще работает. Поэтому мы это удаляем. И переходим к нашему первому баннеру, который мы будем анимировать. Мне его нужно несколько раз скопировать, потому что анимация у меня будет из нескольких кадров. Если, например, мой посмотреть, у меня их четыре. То есть сначала появляется вторая строка текста, потом сам билетик и потом вот эта линия. И теперь мне нужно сделать, получается, три копии вот этого фрейма. Я нажимаю Ctrl-C, Ctrl-V, раз скопировался, Ctrl-V, Ctrl-V. Все, у меня четыре штучки, мне этого достаточно. Я их все выделяю и делаю между ними большой отступ. Потому что вы видели, там вот появляются такие линии. И гораздо удобнее этими линиями работать, когда большой отступ между кадрами. И так как нам четвертый, последний кадр трогать вообще не нужно, мы его просто блокируем. То есть вот мы выделили четвертый наш фрейм, и я нажимаю на замочек. Это значит, что когда я буду, не знаю, там случайно что-то я двину, ничего с ним не произойдется. Он мне нужен в таком виде. Мне нужно, чтобы вот эта линия всплывала. То есть я ее закрываю глазиком. Я прохожусь по всем линиям, и мне везде нужно скрыть глазиком. Первый, второй, третий. Супер. Третий кадр готов. В этом кадре у меня появляется вот так снизу вверх мой тикет. Значит, что я делаю? Выделяю билет, чуть-чуть двигаю, зажимаю пробел и опускаю вниз. И здесь тогда в первом фрейме я тоже беру этот билет, вот пробел нажала и опускаю вниз. Но еще мне нужно спрятать вот этот текст. И здесь можно поступить следующим образом. Например, я могу взять ту и отнести его сюда. И весну отнести сюда. И смотрите, с пробелом, я думаю, у многих возникнут сложности. Если вы сразу нажимаете пробел, видите, что это у нас горячая клавиша для руки. То есть ничего не будет происходить. Поэтому мы сначала чуть-чуть двигаем наш текст, наш слой, неважно, только потом нажимаем пробел. Все, отодвинули. Так, обратно ушла. Теперь нам нужно с вами задать все значения в панели Prototype. Это последнее, что нам осталось. Мы выделяем наш первый фрейм, заходим в панель Prototype, ставим стартовую точку. Именно на нашем первом фрейме. Вы можете ее как-то называть, можете не называть. И тянем линию сюда, на второй кадр. Здесь мы ставим After Delay. Ставим, ну я ставлю 0, он мне поставит 1. Navigate to, на второй фрейм, все правильно, Smart Animate, линейная анимация. Мы можем поставить какой-то другой тип анимации, но смотрите, какая может возникнуть проблема. Давайте вот сейчас мы проставим здесь другой вид анимации, и вы увидите, какие могут быть косяки. Дальше я выделяю второй фрейм, и проделываю то же самое, но к третьему. Не забываем. After Delay, 0, Smart Animate. И здесь, смотрите, мне нужно, чтобы билетик, он как бы не просто появлялся, а так немножко как бы как мяч отпрыгивал. И у Figma для этого есть уже предустановленные виды анимации. И вот смотрите, например, вот этот. Видите, как он двигается? Тык-тык. То есть он чуть-чуть туда вверх отлетел. Или есть еще вот такой. Мне нравится вот этот. Давайте мы его оставим. Пока посмотрим, как это все будет выглядеть. И сделаем для третьего, тоже к четвертому. After Delay, 0. Но, смотрите, вот здесь уже этот типа, ну то есть вот это мне уже не нужно. Здесь давайте оставим Slow. Но, чуть... Ну, давайте пока оставим так. Сейчас мы посмотрим на примере и поймем, где что мы будем редактировать. Нажимаю на воспроизведение. Так, что я вижу? Вроде неплохо появляется текст, но вот тут как-то очень резко это прыгает. И как будто чересчур сильно идет вверх. И, может быть, хотелось бы, чтобы билет перекрывал слово to spring. Точнее, фразу. Поэтому, чтобы такое произошло, мне нужно в панели слоев билет в слоях поставить выше, чем to spring. Давайте сейчас посмотрим, как это будет выглядеть. Хоп. Видите, перекрыл слово. Но как сделать, чтобы он прыгал чуть помедленней? Мы заходим, когда вот у нас же он на вот этом этапе появляется, на вот этой стрелке. И вот здесь проставляем анимацию длиннее. Давайте вот сейчас посмотрим, если это будет 2500. Хоп. Уже гораздо приятнее выглядит эта анимация, то есть она так не бесит. Но как будто слишком сильно он пружинит. Как будто нам это не нужно. Поэтому мы возвращаемся сюда и выбираем другой тип анимации. Например, можно выбрать клик, квик. Что это? Квик. Давайте попробуем вот этот. В принципе, какое-то там более интересное движение, чем он просто появился. Оно есть. Но, наверное, вот этот вариант мне нравится больше всего. Это у нас вариант как раз таки квик. Но я сделаю анимацию подлиннее. Все. Достаточно спокойно это все происходит. И вот смотрите, какой нюанс. Обратите сейчас, смотрите внимание на вот эту линию. Какие задержки между анимациями большие, да? Это все, потому что у нас с вами стоит параметр не линейная анимация, а slow. Почему? Параметр slow, что он делает? Видите, он как бы делает это медленное действие и из-за него появляется вот эта задержка. То есть внутрь его анимации входит вот этот стоп, который происходит после анимации. Поэтому я рекомендую здесь вам везде проставить линейную, кроме вот этого варианта. Здесь все так и оставляем. И в последнем тоже проставить линейную. Но давайте длительность анимации мы все-таки сделаем ну, 600. Здесь, напоминаю, стоит SmartAnimate Quick 2000, а здесь тогда у нас будет стоять линейная 600. И посмотрим, что получилось. В принципе, неплохо. И видите, опять же, если бы у меня здесь стояла линейная анимация, то такой бы истории с тем, что линия появляется с какой-то задержкой, не было. Давайте это на примере я вам сразу продемонстрирую. Ставлю на линейную анимацию. Все, видите, все друг за другом идет. Потому что здесь стоит вот этот параметр Quick, и поэтому она такая немножечко с задержкой. Но в принципе, в данном случае меня это не раздражает и устраивает. Но если вы хотите, чтобы анимация плавно друг за дружкой шла, или у вас есть какой-то объект, который непрерывно двигается, то нужно использовать параметр именно линейной анимации для того, чтобы ну вот этих каких-то задержек не было. Наш с вами первый баннер готов. Давайте сразу заанимируем второй. У нас на втором баннере с вами аж 6 кадров. Поэтому я беру второй фрейм Ctrl-C, Ctrl-V и мне нужно 6 кадров. Выделяю вкладку дизайн и здесь отступ ставлю 400. Почему получилось так? Теперь все хорошо. Странно. Будем считать это каким-то лагом. И давайте сразу назовем нормально фреймы 1, 2, 3, 4, 5, 6. И также вот этот 6 мы блокируем, потому что мы его трогать никак не будем. И сейчас я посмотрю, как у меня там что появляется. Последний появляется линия. Линия у меня также появляется с помощью глазика, то есть она просто плавно приходит. Поэтому на самом деле еще можно выбрать вот этот параметр множественный выбор и он нам просто хотя бы здесь в панели слоев подсветит и в принципе можно выделить уже хотя бы нам будет заметно где и что нам прятать. Так. Кажется еще какой-то один я забыла, нет? Да. Самый первый. Отлично. С пятым кадром разобрались. Теперь смотрим четвертый кадр. У меня это появление фразы Love Sun. И я хочу, чтобы этот текст вот так появлялся с правой стороны. Я выделяю все Love Sun сразу. Чуть-чуть отодвигаю. Нажимаю квадрат. Пробел. Квадрат. Большой прямоугольник на клавиатуре. Все. Мы уже сделали с вами четвертый слайд. Остается третий. Третий это появление цветочка. На самом деле здесь много вариантов что можно сделать но мне показалось здесь наверное нужно провести вот эту аналогию с тем что он как бы вырастает. Поэтому логичнее всего его разместить внизу чтобы он как бы вот так вверх шел. Я также двигаю зажимаю пробел и вниз опускаю. Наш второй слайд это убрать вот этот текст и здесь я хочу чтобы он появлялся поэтому я его вот здесь прячу прячу глазиком. И еще я забыла про вот эту фразу она у меня появляется аж только на самом предпоследнем слайде поэтому я прохожусь смотрите выделяю текст вот эта иконка множественный выбор и сейчас я с помощью этого удобно все спрячу так на пятом она должна быть на четвертом не должно быть здесь тоже да все везде спрятала у нас остается только с вами текстовка весеннее настроение поэтому на первом нашем слайде я беру слово spring налево увожу слово mood направо увожу и эффект мятой бумаги я хочу чтобы он просто появился поэтому я его скрываю глазиком так проверим все все правильно и нам остается задать с вами анимацию переходим в панель prototype выбираем наш первый фрейм нажимаем здесь что мы задаем стартовую точку и уже начинаем проставлять наши связи плюсик тянем вот так сюда тут не забываю все то же самое абсолютно то же самое и давайте мы везде с вами зададим линейную анимацию вот тут в принципе я думаю что вот этой длины анимации должно хватить но я переживаю что текст слишком быстро прыгнет наверное он достаточно длинный поэтому давайте здесь проставим 600 от второго к третьему здесь появляется только вот этот текст поэтому здесь я думаю что 300 достаточно но не забывайте я потому что очень часто здесь забываю проставить это прям моя боль вверху всегда сначала проставляйте а потом идите дальше от третьего вот этому тут хочется как раз таки чтобы анимация шла медленней after delay 0 и ну вот прям медленно хочется вот давайте две пятьсот я поставлю дальше от четвертого к пятому у меня здесь появляется люблю солнце и наверное здесь 600 600 будет достаточно а тут появляется только линия ну давайте оставим 600 и воспроизведем что у нас получается цветок наверное медленноват линия неплохо так английская R для того чтобы воспроизвести снова первый кадр вот этот точно хочется сделать медленней вот здесь хочется прям ну давайте полторы сделаем как-то она дрожит это нет хорошо так текст подтянулся очень быстро появился смотрите как это я да вы можете нажать и нажать на вот эту клавишу и у вас как бы это откроется в новой вкладке и вы будете вот в большом размере это видеть но вам сейчас это не нужно что я вижу хочется вот здесь чтобы spring mood и чуть-чуть застопорилось то есть нам нужна задержка между анимацией вот он этот наш как раз параметр нам наконец-то пригодился поставлю здесь 300 посмотрим текст пришел вот чуть-чуть была задержка цветок наверное побыстрее я мне кажется что-то переборщила слишком это медленно текст вырастает а вот это очень быстро появилось поставим здесь 1200 и я думаю это наш финал да меня все более чем устраивает мы наконец-таки переходим к третьему баннеру и кстати обратите внимание что я убрала здесь размытие у бабочки то есть если в варианте когда мы с вами делали дизайн она была размытая и в дизайне мне казалось что выглядит неплохо но когда я начала анимировать ну кажется очень странно выглядит то есть непонятно почему она размывается либо ее надо делать вот тут больше то есть она должна быть на последнем слайде больше на этом слайде она должна быть меньше и у нее должно быть там какое-то очень маленькое размытие то есть мы будем наблюдать ее увеличение и соответственно из-за этого ее размытие только наверное какой-то такой вариант я могу позволить с точки зрения логи давайте мы сейчас посмотрим вот этот вариант анимации у меня здесь стоят везде параметры уже сейчас линейный но как это выглядит когда стоит параметр slow это как бы красиво но с одной проблемой почему они встали это же странно из-за того что стоит параметр slow они вот так вот стопуются потому что внутрь самой анимации вшита эта остановка именно поэтому когда мы с вами будем анимировать бабочек у нас будет с вами стоять линейная анимация и тогда вот так уже вставать они не будут ну просто очень быстро получилось давайте перейдем уже непосредственно к самой анимации что мы как обычно с вами делаем давайте мы задублируем три раза этот баннер и сделаем отступа побольше после чего перейдем давайте к самому последнему баннеру как я там сделала у меня там очень большая бабочка да я ее увеличиваю и размываю но смотрите не размывайте очень сильно когда если у вас будет очень большое размытие например даже тридцать будет странно выглядеть из-за того что бабочка будет очень быстро размываться это будет очень резкое движение поэтому если вы хотите более естественно это сделать сделайте небольшое размытие может быть там пятнадцать например и тогда надо ее как-то поставить чтобы было видно там конвертик мешал было не так хорошо видно очень конечно хочется ее обтравить по-нормальному потому что вот этот ус раздражает меня но не буду я хочу чтобы вот эта бабочка в конечном итоге села на вот этот розовый цветок как я это сделаю я ее чуть под углом поверну и вот так прям даже наверное вот так я ее хочу посадить и это все мне нравится она сидит вот здесь на цветочке хорошо пусть она продолжает тут сидеть а это вот тут вот где-то бабочка это осталось это наш финальный слайд на этом наша анимация закончится что будет дальше дальше давайте перейдем к вот этому слайду и здесь нам нужно во-первых взять вот эту бабочку все она у нас не размыта отлично и она ну поменьше и наверное не сильно вот наверное ее нет дайте чуть-чуть увеличу а то будет и размытие добавляться и еще дополнительно будет размер увеличиться будет слишком и здесь мы уже добавляем размытие но совсем чуть-чуть вот четыре достаточно не размытая она у нас будет там лежать поэтому она будет в кадре плавно размываться тут мы давайте бабочку чуть-чуть может быть под углом повернем то есть она у нас как будто летит вот вот отсюда где-то это я хочу чтобы она была оттуда меньше и она как бы подлетала к этому цветку где-то здесь она соответственно будет у нее у этой бабочки траектория вот такая поэтому мне как раз таки где-то вот здесь мне ее надо разместить чтобы она так сюда падала и может быть чуть-чуть под углом ее все-таки повернуть все идем с вами на тот кадр где бабочек уже не будет видно но нам все равно нужно их поставить в определенные места эту бабочку мы сразу уменьшаем вот она у нас здесь маленькая здесь еще чуть-чуть поменьше и под углом я ее поворачиваю ставлю соответственно за границы фрейма здесь у меня у бабочки был угол поэтому я его тоже чуть-чуть делаю и тоже увожу за границы фрейма здесь я бабочку немного уменьшаю и увожу сюда размытие никакое не добавляю эта бабочка у меня просто уходила с небольшим углом куда-то вбок мне нужно чтобы на этом слайде уже были цветы соответственно на этом на первом слайде у меня не должно быть ничего ни цветов ни бабочек как это сделать давайте мы сделаем это быстро этих бабочек мы сейчас всех удаляем переходим в наш второй кадр прям берем вот так бабочек копируем ctrl c выделяем третий фрейм и вставляем дальше у нас возникнет с вами одна проблема с цветами когда мы изначально с вами делали этот баннер я эти цветы просто взяла и кадрировала то есть это было просто картинка и это была ошибка потому что ну надо было закладывать что я это буду анимировать и соответственно так было делать нельзя нам нужно было вложить с вами цветы в маску и давайте я сейчас покажу как это сделать вот она эта фотография цветов у нее соответственно вот так обрублены веточки и мне Как мы это сделали с вами? Мы вот так просто кадрировали, и как бы все. Но так делать не нужно было. Вот так вот мы палки оставляем. Мы сейчас с вами уменьшим здесь непрозрачность для того, чтобы видеть края конверта. Это нам важно сейчас. Переходим с вами в Pen, и вот здесь сверху просто рисуем линию. Здесь вот так тоже до вот этого вот какого-то момента вот здесь останавливаемся. А потом вот так четко ведем по вот этой границе конверта. И нужно постараться максимально это сделать аккуратно. Вот, если бы у меня сейчас непрозрачность у цветка не стояла, и у меня бы не получилось здесь увидеть конвертик. Так, все, ведем вверх. Здесь, соответственно, просто вот так линию вверх поднимаем и соединяем их. Нам надо эту фигуру вот так закрыть. Обводку убираем, добавляем полную заливку. Я беру этот вектор, беру цветы. Где мои цветы? Так, вот это сейчас мы удалим. Вот они мои цветы. Ставлю их над вектором. Выделяю и то, и другое. И ставлю маску. Ну и возвращаю теперь непрозрачность цветам. Это должно выглядеть вот так. Почему это должно выглядеть вот так? Потому что тогда, когда вы будете опускать цветы, а смысл анимации в том, что цветы появляются из конверта. Когда вы будете... Цветы. Не вектор. Цветы будете опускать, они не будут у вас появляться вот тут внизу. Как раз таки благодаря маске. Потому что маска позволяет нам показывать цветы только внутри маски. Когда, если мы просто цветы обрезали, вот я из маски вытащу. Допустим, они у меня обрезаны. Они будут у меня вылезать там внизу из-под конверта. То есть я его даже если спрячу как бы внутри конвертика, они у меня вот тут будут видны. Именно поэтому мы рисуем маску. Теперь нам нужно сделать следующее. Я нарисовала маску с цветами. Мне нужно ее скопировать. А вот эти цветы мне нужно отовсюду удалить. Поэтому я сейчас просто прохожусь и везде вот эту группу цветов удаляю. А здесь вот эту маску скопировала. И везде вставила. Вот здесь только единственное, смотрите. Нам нужно маску везде вот эту. Выберите вот этот параметр множественный выброс. Все, видите, он везде выбрал. Нам нужно его опустить под конверт. Вот так. Нет, не под конверт. Вот. Чтобы бабочки были над цветами. И чтобы они везде были в этом положении. И последнее, что нам остается, просто на нашем первом слайде взять цветы. И просто опустить их. Shift и стрелочку вниз я нажимаю. Просто опускаю. И мы заходим в панель Prototype. Здесь мы ставим стартовую точку. После чего мы переходим и ведем сюда. Здесь мы ставим After Delay. Одна секунда. А здесь давайте поставим параметр Slow. И где-то 1200. А вот здесь, когда у нас начинают появляться бабочки, никакое слово мы уже не ставим. Мы ставим линейную анимацию. Причем такую, достаточно долгую, на 1200. Но, опять забыла, After Delay на 0. И дальше делаем то же самое. 1200. Так, я, наверное, и там 120 поставила. Вместо 1000, да. Так, вроде все. Давайте сейчас посмотрим. Цветы хорошо появились. Ну и бабочки, в принципе, тоже. Давайте каждую по отдельности посмотрим. Так, ну, 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 знаете, не то, чтобы прям это выглядит супер натурально. Но я бы сказала, что вот это вот хорошо, например, двигается. Мне кажется, прям, прям неплохо выглядит. Что у нас с этой? Вот это тоже неплохо пошло. У этой как будто просто я неправильные траектории, наверное, задала. Поэтому она так странно пошла. Надо было как-то, может быть, угол вот здесь в финале ставить чуть поменьше. Тогда бы, наверное, было лучше. Потому что получилось, что очень большая разница между значениями угла. И поэтому она так. Вот, да. Я думаю, что вот какое-то, наверное, да, такое значение. И вот здесь я еще заметила косяк, что у меня маска вот тут отвалилась. В принципе, ну, имея, вот я для вас записываю урок для человека с нулевыми навыками об анимации. Вы смогли сделать вот такое. Я думаю, это круто. Но давайте теперь разберемся, что делать с тем, что никак нельзя экспортировать анимацию из фигмы. На самом деле есть один лайфхак, но который работает вообще не всегда и работает не совсем так, как хотелось бы. Есть плагин. Если вы ведете здесь в плагинах MPEG-4, то появится вот такой плагин. Экспорту GIF и видео. Вы можете нажать на него, выбрать фрейм, который вам нужен. И он покажет, что типа, да, вот я, смотри, сейчас он зарендерит. Я сумею сделать тебе такую анимацию. Ну, во-первых, он платный. То есть вам нужно его проапгрейдить для того, чтобы сделать именно формат видео. Потому что по стандарту он только GIF вам сможет в 720 за анимир, и то в 512 даже. Он вам вот здесь зафигачит водяной знак. И получается, что вы от него избавиться никак не сможете. Либо только как-то... Да нет, никак не сможете. Поэтому получается, что этот способ, ну, как бы не рабочий. Если вы не хотите водный знак, либо нужно это все дело проапгрейдить за 204 доллара за год. Есть ли еще какие-то плагины? Я, честно скажу, не знаю. Потому что тот способ, который сейчас использую я, меня более чем устраивает. Что делаю я? Я включаю анимацию и записываю просто запись своего экрана. Так же, как я сейчас делаю запись экрана, когда записываю для вас этот урок. С помощью чего я делаю запись экрана? У меня есть программа QuickTime Player, которая идет по стандарту во всех программах macOS. Поэтому если у вас MacBook, iMac, вам очень повезло. Эта программа идет по стандарту. Вы можете записывать, делать записи экрана совершенно бесплатно. Если у вас Windows, то есть три других варианта. Во-первых, программа Loom. Loom бесплатный, но, конечно же, тоже там имеет тарифы на определенные цели. Но вы можете 25 минут персон, не знаю, что это, 5 минут видео. В общем, я думаю, для того, чтобы записывать вот такие вот анимации внутри фигмы, этого все более чем достаточно. Поэтому вы можете использовать Loom. Он позволяет делать запись экрана. Кроме этого, вы даже можете, например, свое лицо в кружочке вставить. Первый вариант. Есть еще один вариант. Это самая популярная, наверное, программа Bandicam. Вообще, Bandicam как бы тоже платная. У нее есть бесплатная версия. Там есть определенные ограничения, в том числе вводный знак. У Bandicam вводный знак пишется в самом верху. То есть, когда вы делаете запись экрана, он где-то там в самом верху расположен. Поэтому, в целом, если вы будете записывать, и, например, вы вот так опустите вниз запись экрана, а потом обрежете, вводного знака не будет видно. Там еще есть ограничения по времени, которое вы можете записывать. Либо вы можете найти способ, как установить эту программу бесплатно. Далее. Есть еще один вариант. Вы можете использовать программу OBS. Это уже такой чуть-чуть, короче, надо будет поднапрячься, чтобы изучить. Здесь уже не важно, какая у вас операционная система. Для всех вы можете установить. Это вообще программа для стриминга. То есть, когда я провожу какие-то прямые эфиры на YouTube, я использую OBS. Но, кроме того, что вы можете нажать здесь Start Streaming и проводить какой-то стрим прямой эфир, вы можете просто записывать видео. Как это происходит? У вас вот здесь есть сцены. Вам нужно создать сцену. Внутрь этой сцены вы вставляете какие-то слои, ресурсы, то есть то, что в этой сцене будет. В нашем случае у вас будет здесь запись экрана. То есть, там будет либо окно, либо вы весь экран можете транслировать. Соответственно, когда вы это сделали, вы можете прям Start Recording, записали это все, видео экспортировали. А потом вы можете это видео на телефончик вам перенести, обрезать, как вам нужно в какой-нибудь программке. Да или даже на компьютере можете там что-нибудь скачать простенькое. И, соответственно, потом использовать. И есть еще конвертеры. Просто надо загуглить, прям вводите в поисковик конвертер из Move в GIF или там из MPEG-4 в GIF. Если вдруг вам для кейса нужна именно GIF. Если ваша анимация какая-то коротенькая, ну типа того, что мы сейчас сделали, он очень круто сделает GIF. То есть, вообще без каких-то проблем. Я очень надеюсь на вашу активность. Ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал, чтобы такие видео выходили гораздо чаще. А мы увидимся с вами в новых видео. Всем пока!